Улан Шамшет – один из представителей гражданского сектора, который ознакомился с законопроектом о государственной поддержке неправительственных организаций и остался им крайне недоволен. По его словам, это документ для подотчетных власти НПО. А кто в силу своей независимости не получал господдержку, проще говоря, деньги, тот их так и не получит. Если раньше путем откатов как-то выдавались эти гранты, это не секрет, очень много людей жаловалось, очень много общественных детей недовольны работой в Министерстве культуры, то тут, получается, уже Министерство себе задает такой пул организации, с которыми можно работать, с которыми нельзя не работать. Данный законопроект предполагает создание реестра организаций, с которыми власть будет работать. Этот список НПО доверят формировать местным акиматам. Если неправительственная организация, получается, не хочет, допустим, свои мероприятия под данное какое-либо послание ежегодное составлять, получается, она не будет получать государственное финансирование. Это, опять же, дискриминация по идеологическому признаку. За неукоснительное творческое соответствие генеральному курсу партии «Читай государству» в конце года лучшим НПО сулят премии. Сейчас больше обсуждают не суммы, а форму и регламент. Я бы, скажем, предложил бы, чтобы убрать все это слово премия. И вообще, вот это премирирование, мне кажется, убрать, лучше, может быть, отдать статуэтку какую-нибудь там или какую-нибудь грамоту переходящую, может быть. Да, конечно, отметить надо, когда получают около сотни НПО, среди них, может быть, 5-6 НПО, которые хорошо работали, да, надо премировать. А премия отдельным НПО, это тоже пахнет какие-то, скажем, за заслуги перед, может быть, правительством. Официально в Казахстане порядка 27 тысяч зарегистрированных неправительственных организаций. Чем занимаются подавляющее большинство из них – загадка для граждан. Независимых же от государства с каждым годом все меньше. И это тенденция. Простой наглядный факт – обсуждение законопроекта проходит как заседание политбюро, келейно за закрытыми дверями.